Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я рассказываю на своем канале о том, куда вложить деньги, куда инвестировать для того, чтобы получать пассивный доход. Но очень часто меня спрашивают, где же взять эти самые деньги, ты бы лучше рассказал, где их взять. Ну, что я вам могу сказать, друзья мои? Ответ достаточно простой и очевидный. Если у вас нет денег для того, чтобы инвестировать своих денег, то используйте деньги других людей. И кто-то скажет, слушай, ну что ты нам советуешь-то? Украсть, что ли? На самом деле нет. Дело в том, что да, и многие считают, что это аморально, что это как бы там плохо, но это на самом деле не так. И скоро вы в этом убедитесь, потому что практически все люди используют деньги других людей. Но одни люди используют это одним способом, другие другим. И вот здесь самое главное отличие, потому что здесь идет отличие между тем, как используют это люди бедные, у которых никогда не хватает денег, и люди богатые, у которых денег много. Вот в чем дело. И именно здесь лежит и разница между теми людьми, у которых есть деньги, и теми людьми, у которых их нет. И причина именно в этом. Но сейчас я попытаюсь пояснить. Дело в том, что деньги – это всего лишь инструмент, как я считаю. Это просто как увеличительное стекло, которое просто усиливает те или иные свойства человеческие. И поэтому, если у человека в голове мышление бедного человека, то в принципе это отражается и на том, почему у него нет денег, во-первых. А во-вторых, если ему дать деньги, если он получает эти деньги, то он их использует так, для того, чтобы стать еще беднее. А богатые используют деньги других людей для того, чтобы стать еще богаче. Вот в этом коренное отличие. Сейчас я хочу снять несколько видео на эту тему, истории о том, как их используют богатые и как их используют бедные. Самый простой вариант – это то, как используют деньги бедные люди и почему бедным людям, во-первых, не нужны деньги, во-вторых, им не надо давать деньги, потому что если им дать деньги, то они станут еще беднее. Посмотрите, что такое деньги других людей. Но когда люди говорят, вот бедные говорят, мне не хватает денег, мне не хватает денег, мне не хватает денег вот даже на самое-самое необходимое. Но как только дашь этим людям деньги, как только деньги попадают им в руки, что они начинают делать, они тут же от них избавляются. Куда они их девают? Богатые тоже сразу же их куда-то вкладывают. Куда девают люди, бедные люди, деньги? Ну, для того, чтобы погасить долги иногда, но чаще для того, чтобы купить на них что-то сверхнеобходимое. Например, смартфон крутейший, Apple, машину крутую и так далее. Вот куда девают деньги бедные люди. То есть их единственная цель, когда они получают деньги, истратить эти деньги на что-то, ну, купить что-то для себя. И они говорят, ну, а как же иначе, нам на это не хватает денег, мы очень хотим машину, мы очень хотим квартиру, мы очень хотим смартфон. Вот, а когда они берут эти деньги, они их берут в кредит, что значит деньги других людей? Это вроде бы деньги, которые мы берем в кредит, но... И бедные чаще всего берут кредиты. И для чего они берут? Чтобы купить что-то в кредит. Но на самом деле получается это что? Что берут-то деньги они сами у себя. И у кого они берут? У себя, которым они станут в ближайшем будущем. И они об этом не думают, а о себе в будущем. Они думают о себе в настоящем. Вот я сейчас прямо хочу машину, я сейчас хочу блестящую какую-то хреновину, которая называется iPhone. Вот, но о том, что будет, и кто за это будет платить, вот прямо сейчас можно же в кредит взять и все. Денег нет, а я купил такое крутое что-то. Вот, и в ближайшее время они обрекают себя же на то, чтобы работать. Работать, работать тяжело, работать изнурительно для того, чтобы расплатиться за ту глупость, которую только что совершили. Ну, могу сказать пример. Я как-то сдавал машину в ремонт, и, ну, ее не успели в Москве отремонтировать, мне пришлось ехать на автобусе. Я сел в автобус вечерний, я живу в 100 километрах от Москвы, и, ну, автобус был не самый полный, ну, там садились люди, и я слышал просто, вот они как только садятся, они достают свои смартфоны и начинают разговаривать со своими друзьями, родственниками, общаются. И из разговоров я понимаю, что это люди, которые работают в Москве, ну, либо сутки через двое, либо вахтовыми, там три дня работаешь, три дня отдыхаешь. Вот такие люди. Где они работают? Ну, это охранники, это в кафе, где-то, так сказать, там на кухне кто-то работает, кто-то работает где-то еще, кто-то работает в магазинах продавцами. То есть, в общем-то, люди, которые небогато получают, немного получают, но у них у всех смартфоны такие, что мама, не горюй. Вот. И они жалуются, денег не хватает, я вот тут вот это, тут это, тут перезаняла, как жить, не знаю, говорит она. Вот. И вот недавно я ехал тоже на электричке, и там два дяденьки сидели рядом и разговаривали. Он говорит, вот что-то там, телефон умирает, надо вот, скоро день рождения, и на день рождения надо, ну, что-то приличное, потому что здесь никаких приложений уже не вставить и так далее. Говорит, ну, какой телефон? Ну, так средненький, какой-нибудь тысяч за 40. Я такой офигеваю. Дело в том, что у меня смартфон стоит, ну, где-то там 10-15 тысяч. Я не понимаю, зачем за него платить больше, откровенно говоря. Вот. И я знаю очень много, ну, своих знакомых, у которых, ну, так вообще, телефоны, они ищут кнопочные буквально. Вот. И они не бедные. Потому что, он говорит, ну, телефон-то мне нужен для того, чтобы звонить, и все. Ну, мне нужен не только для того, чтобы звонить, я отслеживаю курсы, я отслеживаю личные кабинеты, и у меня там стоят всякие навигаторы для того, чтобы экономить время. Вот. Мне нужен исключительно для этого. Ну, а люди считают, что телефон должен быть, ну, там, тысяч за 40. Вот так. И у богатых совершенно другая история. Во-первых, прежде чем брать кредиты, они, конечно же, 20 раз подумают, взвесят все, и они берут кредиты, богатые берут кредиты часто, не просто часто, очень часто, но они берут кредиты совсем для других целей, во-первых. Во-вторых, бедные берут кредиты под максимальные проценты, а богатые, как правило, берут кредиты без процентов, вообще без процентов. Но это уже другая история, я думаю, что я расскажу об этом в следующий раз. А бедные люди, бедные, после того, как только взяли, они как раз вот, ну, обрекают себя на длительную работу, чтобы расплатиться с этим кредитом, и потом снова взять еще один, еще один, еще один, и до тех пор, пока что-то не случится на самом деле. И первая же какая-то вот неприятность, которая случается, у бедных она выводит их полностью, бросает в нищету, они тут же в отчаянии бьются, говорят, все, денег нет, кушать не на что, кредит надо отдавать, да что это такое, да банки такие плохие. И, ну, идут уже в МФО, это микрофинансовые организации, которые дают кредит вообще под 1% в день до получки и так далее. Это вообще зверство. 1% в день до 365% годовых, если что, как минимум. Вот, бывает и по 400, и по 800% годовых берут. Вот, ну, для того, чтобы перехватить, для того, чтобы как-то выжить, и они всегда говорят, что они в чудовищном положении, но они сами себя туда загоняют, к сожалению. Вот, ну, а с богатыми все не так просто, там все намного хитрее, поэтому за один раз все не расскажешь, оставайтесь на моем канале, в ближайшее время несколько видео будет о том, как богатые люди берут деньги других людей и как они их используют. И, более того, я вам скажу, что самые богатые люди состояние делают чаще всего не на собственных деньгах, а на деньгах других людей. Вот так. И вы это увидите. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. Лайк. С вами был Демятков Юрий.